Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Снова возвращаемся на финансовые рынки. Несмотря на то, что торги сейчас низколиквидные, важных отчетов нет, но все-таки что-то рынку перепадает. Наша задача следить за новостным фоном, соответственно, теми данными, которые все-таки присутствуют на повестке, должны анализировать их и подтверждать, подстегивать интересы к старым инвестиционным идеям, которые у нас по-прежнему не меняются. Напоминаю то, что эти идеи предполагают рост американской валюты и ослабление рисковых активов. Мы давно уже ждем слабости того же самого европейского валютного актива. Очень хорошо то, что евро сейчас снижается. Надеемся то, что это снижение только начало, дальше будет еще более выраженный спад. Что касается других активов, ну, в принципе, давайте сейчас не будем говорить про общую динамику. Поговорим конкретно по каждому инструменту, как только переключимся к динамике и оценке перспектив соответствующих валютных пар. Поскольку сегодня у нас торговая сессия по нефти не будет насыщенной, но, собственно, вы понимаете, почему рынки закрыты. Давайте тогда подведем итоги того, как мы окончили прошлую торговую сессию. И, соответственно, замахнемся уже на предстоящую неделю, которая наверняка станет интересной для оппозиции бренда. Тем более, что еще меньше станет уже до 17 апреля по времени дня, который мы ждем очень долго. Это заседание ОПЕК и представителей России по вопросу слома негативного тренда и потенциального восстановления прежних высоких цен и снижения производства. В общем, к этому событию мы готовились уже довольно-таки давно. Время тикает, соответственно, идет. Приближается оно, 17 апреля, ключевое событие, макроэкономический повод для нефти и для рубля. Ждем его с нетерпением, потому что понимаем, что от того, какое решение, если и будет достигнуто, анонсирует рынку, мы будем уже строить дальнейшие идеи по нефти и курсу российского валютного актива. Что касается бренда и того, как он отторговал вчерашнюю торговую сессию. Несмотря на то, что локально мы видели прессинг на этот актив, актуальные котировки в рамках торговой сессии добирались даже ниже 40 долларов за баррель. Сейчас мы видим все равно закрытие выше отметки 41. В целом трейдеры не хотят отпускать далеко позиции энергоисусов, потому что понимают, что бычья ралли даже локального характера еще не выдохлась. Поэтому мы с вами практически железобетонно поставили на то, что спекулятивного спроса до 17 апреля будет достаточно, чтобы еще раз толкануть и бренд, и WTI выше 41,5. 40, может быть, даже 2,5 будет. Это, конечно же, совсем шикарно. Если увидим на собственных мониторах подобные котировки, это будет хорошая возможность, чтобы покинуть как косрочные и несрочные длинные сделки для тех, кто еще держит эти позиции. Для долгосрочных трейдеров, как я уже отмечал, все пока без изменений. Но, в принципе, несколько торговых недель еще осталось потерпеть. Потом мы уже таким общим новостным фоном оценим перспективы и не будем уже делить трейдинг на периоды и горизонты инвестирования. Поставим конкретную цель, станем руководствоваться конкретной инвестиционной идеей и, соответственно, придерживаться именно ей до конца, буквально, следующего торгового периода. Что касается вчерашних данных, поскольку сегодня торговая сессия, по сути, американские и европейские рынки закрыты, то, может быть, один из самых важнейших локальных отчетов для позиций Brent EWT – это количество нефтяных платформ. От Baker Hughes этот отчет вышел вчера. Если была возможность посмотреть, думаю, вы это уже сделали, количество буровых снова снизилось, в этот раз очень сильно. Прошлое 387, число сейчас 372 буровые платформы, то есть, получается, минус 15 штук. И если последние, да, в принципе, буквально большую часть даже вчерашней торговой сессии, собственно, до выхода этого отчета, мы видели то, что Brent находился под давлением, все-таки влияние чрезмерного роста запасов было определяюще. Мы видели, как эта статистика сказывалась на динамике позиций энергоэссурсов. Но вот этот отчет, который сигнализирует о том, что если спад количества буровых будет продолжен, значит, это отразится на объемах производства, что в потенциале может вернуть на рынки разговоры о возможности восстановления спроса и предложения. В общем, это совсем уж оптимистичные ожидания. Я стараюсь их особо не озвучивать, но вы должны понимать, почему рынок периодически реагирует на локальную статистику ростом, который может быть еще фундаментально не совсем обоснован. Потому что мы все же понимаем, что сокращение количества буровых, оно в целом не отразилось основополагающим образом на объемах производства нефти США. И если вы помните последние цифры, мы как видели планку, чуть ли не на исторических максимумах, так она и держится. Не говоря уже про другие регионы, например, тот же самый ближний восточный картель и Иран, которые особенный ран замахиваются на то, чтобы разогнать производство выше, чем на 4 миллиона баррелей в сутки. Это негативные факторы, которые позволяют мне все-таки держать еще про запас и актуальные долгосрочные идеи, связанные с тем, что может быть бренд не преодолел своих, скажем, самых низких значений и своего ценового дна. Поэтому позиционирование остается прежним, локальный интерес сохраняется. Полагаю, что, как я уже отметил в начале брифинга, есть возможность еще прокатиться повыше. И, наверное, мы сможем сделать это уже на следующей неделе. Российская валюта 68,49, актуальные котировки. В целом рубль копирует динамику нефти, собственно, как это было и неделю назад, и месяц назад, и полгода назад. Корреляционная связь сохраняется, мы отслеживаем поведение нефти и строим прогнозы по курсу российского валютного актива. Поскольку нефть сегодня не торгуется, ключевым фундаментальным фактором для курса национальной валюты останутся налоговые платежи на внутреннем рынке. Основные экспортеры уже запаслись приличной рублевой ликвидностью. Может быть, появится спрос еще со стороны менее крупных компаний. Но все равно конверсионные сделки вообще по факту своего существования сейчас повышают, конечно же, привлекательность курса национального валютного актива. Поэтому я допускаю, что сегодня в качестве обязательства, которые будут охватывать несколько сотен миллиардов рублей, будет достаточно, чтобы поддержать позиции рубля против доллара. Поэтому в рамках сегодняшней торговой сессии я допускаю возможность локального укрепления против американца и против евро. А в качестве ближайшей цели, которой можно руководствоваться сейчас, это снижение пары USD-RUB вплоть до уровня 67 или 66,5. В целом, такие горизонты пока сохраняют свою актуальность. Долгосрочные ориентиры также пока неизменны, потому что мы опляшем от решений, которые будут озвучены только 17 апреля по возможности слома негативного тренда на рынке черного золота. Евро против американского доллара. Европейский валютный ориентир снижается уже больше 150 пунктов. В целом мы видим то, что прессинг сохраняется. Евро дает набранные ранее пункты против своего основного конкурента. И, наверное, вопросов сейчас связанных с ослаблением евро меньше всего, потому что без исключения мы все прекрасно понимаем то, что евро давно уже было аутсайдером и ждали просто того самого момента, когда трейдеры начнут распродавать этот валютный актив. То, что сегодня мы не ожидаем волатильной торговой сессии, это факт, потому что рынки, как я уже отметил, в США и Европе закрыты. Торги низколиквидные, в принципе, пасхальные дни. То же самое будет вплоть до понедельника. Но если какие-то сюрпризы, в принципе, на рынке появятся, может быть, кто-то из игроков все-таки захочет провести какую-нибудь сделку, как это обычно бывает тогда, опять же, низколиквидная осессия, она из-за этого может стать причиной и через большие объемы, скажем, высоко волатильней стать. В общем, следим за ситуацией. Если говорить про сам факт того, что сейчас нет важных отчетов, мы видим то, что у трейдеров есть возможность повариться в собственных мыслях касательно перспектив евро. И я думаю, что большинство этих мыслей, в принципе, воедино определяют не самые радужные перспективы для позиций главного валютного риска. А тот макроэкономический фон, который мы видели в последние недели, он только стал еще одним подтверждением глубинных системных проблем, которые характерны для всей экономики еврозоны. Буквально на следующей неделе у нас будут актуальные цифры по инфляции, очень важный индикатор. Но я уверен, что годовой показатель по-прежнему не выбрался из-за отрицательной зоны. Вы знаете то, что индекс потребительских цен, опять же, в годовой перспективе сейчас составляет минус 0,2%. И даже та программа количественного смягчения, которая была расширена, изменения вступят в силу с апреля. Даже те решения, которые предполагали снижение процентных ставок, это, конечно же, серьезный, скажем, фон, стимулирующий поддержки для экономики. Но я думаю, что если мы увидим последствия, они будут заметны на рынке ближе уже к концу 2016 года. А до этих пор у нас еще валом времени. И если из месяца в месяц мы продолжим констатировать с другими участниками рынка снижение индекса потребительских цен, ну или, по крайней мере, тот факт, что дефляция усиливается и не удается в годовом, опять же, эквиваленте выбраться из отрицательной зоны, это может стать причиной прежних разговоров о том, а не рассмотрит ли ЕЦБ возможность еще большей решительности. Тем более, что в начале этой недели, вы помните, главный экономист Европейского Центрального Банка Питер Пратт допустил возможности еще одного снижения процентной ставки, если того потребует ситуация. Сегодня отчетов по еврозоне также нет. Из статистики можно будет обратить внимание на динамику, опять же, американского рынка промышленного сектора и еще посмотрим на темпы ВВП. Также выйдет еще индекс расходов на личное потребление. Важная статистика, но ее я предлагаю вам анализировать через спред доходности американских облигаций и, соответственно, немецких бумаг. За последнее время этот спред составил уже максимальное значение с начала этого года. И это позволяет нам сделать выводы о том, что потенциал роста евро ограничен, а вот спрос на американские бумаги будет увеличиваться. Соответственно, дополнительный приток капитала будет способствовать росту курса национального валютного актива, то есть доллара. Поэтому сегодня я считаю то, что статистика, если и окажется лучше прежних значений, поддержит оптимизм трейдеров, это поспособствует росту доллара и еще больше разгонит спред доходности между американскими трежерис и немецкими бумагами. Для евро это еще один фактор локального фундаментального негатива. Актуальные котировки по евро-доллару сейчас 1.11.63. Можно, конечно же, допустить тот факт, что в пятницу, как это обычно бывает, трейдеры фиксируют результат недельного ралли. Оно было очевидно, коррекционное. Но я сейчас не хочу отказываться даже какосрочно от распродаж главного валютного риска, поэтому сегодня даже не буду вас переориентировать. В общем, снова ставим на ослабление евро и идем прямиком к уровню 1.10. Фунт против доллара. Даже несмотря на восстановление, которое мы видели в рамках вчерашней торговой сессии, все равно потенциал для коррекции еще колоссален. И мы это прекрасно понимаем. Помимо слабого фундамента, помимо заявления представителей Банка Англии, рисков Брекзита связанного с возможностью выхода Англии из состава Европейского Союза. Сейчас мы продолжаем следить еще и за локальной статистикой, потому что копим ее, чтобы объяснить снова усиливающийся фактор национального фундаментального негатива. В частности, вчера вышли данные по роничным продажам, которые являются индикатором потребительской активности. И здесь, в принципе, как и предполагалось, хорошего отчета мы не увидели. Месячный просел до минус 0,4%, с прошлого роста на 2,3%, годовой 3,8% с 5,4%. В принципе, негативный тренд сейчас очень очевиден. Я считаю, что у нас есть уже возможность говорить о самой настоящей стагнации и готовиться к еще более слабым отчетам по темпам экономического восстановления. Также хочу отметить вчерашний комментарий представителя Банка Англии о том, что предстоящий референдум, который состоится 23 июня, несет колоссальные риски для финансовой стабильности Англии. Собственно, это формулировки, которые повторяют слова председателя Банка Англии Карни, который с опаской смотрит на предстоящий летний период, исходя из этого важного события, последствия которого сейчас для британской экономики определить очень трудно. Но я уже готовлю вас к тому, что они могут стать причиной серьезной просадки британской экономики и, соответственно, потери национального валютного актива. В этом ключе еще хочу вспомнить про цели BNP Preby и Goldman Sachs, которые ставят на возможность долгосрочного ослабления вплоть до конца 2016 года фунта против доллара до отметки 1.30. Мы видели то, что на этой неделе пара практически просыпалась на полтысячи пунктов, и это произошло за пять торговых сессий. Соответственно, совершенно очевидно, что трейдеры все-таки понимают о тех рисках, которые имеют место быть для Англии, и совершенно очевидно, что если эти мрачные настроения поддерживаются большим количеством трейдеров, пункт начинают активно вести вниз. Если за одну неделю британский актив может терпеть такие неудачи, я думаю, что цель в районе 1.30 до конца 2016 года вполне реализуема. По фунту по-прежнему ждем 1.40. Уверен, что распродажи дальше продолжатся. Не реагируем на локальный бычий выпад, потому что понимаем, что наши ориентиры, связанные с возможностью еще большего ослабления фунта, по-прежнему актуальны. Доллар японская иена. Видим, рост пара торгуется сейчас на отметке 113.10. Уверен, что до конца сегодняшней торговой сессии USD иена сможет протестировать следующую планку сопротивления 113.50. Из основного новостного фона стоит отметить прежний комментарий Булларда, голосующего члена ФРС, который ясно дал понять то, что вероятность повышения процентной ставки по итогам апрельского заседания присутствует. Собственно, слова Булларда действительно стали причиной уже вновь актуальных спекуляций на тему потенциальной жесткости монетарной политики. Трейдеры действительно заговорили о том, что на апрельском заседании, может быть, мы и увидим какое-нибудь сюрпризное решение. Если говорить объективно, вероятность того, что ставку повысить в апреле, крайне низка. Но ФРС действительно может выкинуть какой-нибудь номер, и тем более, что сейчас у нас есть и подтверждение того, что некоторые голосующие члены не против проголосовать за то, чтобы повысить ставку. По их словам, американская экономика уже готова к этому. И снова отталкиваются от состояния американского рынка труда. Мы о нем также уже достаточно говорили. Позитива там достаточно. И, в частности, вчерашняя торговая сессия, заявки на пособие по безработице в США, отчет очень хороший, 265 тысяч, против прогноза 269 тысяч. Чтобы вы понимали, насколько сейчас ситуация, в принципе, развивается на этом секторе американской экономики, 55 недель подряд показатель держится ниже 300 тысяч, который является очевидным сигналом восстановления. Это самый лучший результат с 1973 года. Сегодня есть пару отчетов, в частности, я о них уже сказал. Это в 15.30 выйдут данные по ВВП США, и в это же время состоится публикация данных по индексу расходов на личное потребление. Снова настраиваю вас на хорошую статистику, на хорошие цифры, которые способны поддержать, соответственно, доллар и стать причиной ослабления рисковых инструментов. И еще, чтобы далеко не отходить от пары USD-JPY, буквально несколько часов назад вышли данные по инфляции в Японии, отчет за год практически не изменился, это прежние около нулевые территории. И я считаю то, что, учитывая те изменения, которые уже произошли в Совете директоров Банка Японии, у нас есть основания полагать, что уже в самое ближайшее время Банки Японии задумаются о том, чтобы расширить программу количественного смягчения, потому что текущих объемов 80 триллионов йен в год, как показал прошлый период, явно недостаточно, чтобы подстегнуть потребительскую активность и хотя бы отчасти приблизить общий индикатор инфляции к целевому показателю в 2А%. Поэтому ждем логичной слабости, уже долгосрочной точно, японского валютного актива и соответствующего роста доллара. И полагаю то, что американец, в принципе, как и начал эту неделю, закроет ее также на мажорной ноте. Другие рисковые активы. Австралийца 0.7521, ставим на ослабление и ждем 0.70. Новозеландская валюта против доллара снижается 0.6693. Уверен то, что в ближайшие пару недель пара сможет добраться до отметки 0.65. USD с виси торгуемся, как и днем ранее, на отметке 0.9760. И это снова позволяет нам, мне, сделать ставку и акцент на то, что у вас, уважаемые трейдеры, есть по-прежнему хорошая возможность, чтобы присоединиться к длинной сделке по доллару против франка, потому что мы непременно сможем уйти в район паритета. Золото снижается 1216-1217 практически за тройскую унцию. Понемногу мы смещаемся в район 1200. В принципе, ослабление золотого актива сейчас вполне понятно, учитывая рост американского валютного актива и соответствующий рост американских долговых бумаг, которые являются куда более привлекательным сейчас инструментом для инвестирования, чем драгметал. Поэтому я, как и раньше, жду слабости от золота, от серебра. Но что касается золотого актива, ждем 1200 и оттуда, соответственно, встаем уже в долгосрочный сел. Если не терпится и хочется поторговать уже сейчас, думаю, не будет ошибкой, если вы поставите на сел прямо с текущих значений. Из важных отчетов на сегодня, в принципе, все. Те релизы, которые впереди, о них мы уже поговорили. Напоминаю то, что на следующей неделе я буду отсутствовать, то есть смогу вернуться к вам только уже в начале апреля. Но без брифингов вас оставить не мог, поэтому с понедельника меня по пятницу подменит мой коллега Александр Максимов. Расписание брифингов не меняется, ждем вас в 9.30 по московскому времени. Также можно задавать вопросы на официальном канале на YouTube, либо использовать для этого форум Амакетса. Редактор субтитров А.Семкин